И именно это у тебя не получалось им давать. Я считаю, вот так. Факты. То есть из неприменения как раз и применения, вот проговаривания, там это уже технология. Они не воспринимали технологию. Не учились технологии именно. А они лицепрогны. Помнишь, как они стоят? Они в разных местах. Если деловая логика первая, то это третья. У тебя она на втором месте и на четвертом напротив. Если одно хорошо работает, то другое плохо. Неактивно. Вот, собственно говоря, какой конфликт. Нам его и надо здесь показать, что вот этот конфликт, конфликт и возник. А тогда можно сказать, что... Много эмоций. А почему много эмоций? Ну, смотри, у тебя сколько там дюма, сколько у тебя... Тебе надо посчитать. Просто посчитай. Смотрите, сколько эмоциональных людей здесь. Вот. С деловой логикой, находящейся на том же месте, что у меня. И я, несмотря на то, что, казалось бы, тождики, я бы передавать информацию удобно, но я не могла с этим справиться. Вот. Почему? Вот. И что там у тебя? У тебя два этих деловые логики у кого... Ну, в общем, из-за того, что эмоционировали, из-за того, что между ними коммуникация была нарушена. А вот и поэтому не воспринимали информацию. То есть я это должна буду рассказать к этому с вами, да? То, что, да, благоприятные отношения – это хорошо, но проблемы возникли именно из-за тех неблагоприятных отношений, которые образовались. Между ними, да. Когда у них не активировались функции, у большинства этих дюма деловую логику тебе надо было активировать. А у них, вон, их эмоции были активированы. А как они там были активированы? Почему? Почему? Потому что они у тебя орали, общались друг с другом. А, я не смогла их погасить. В смысле, эти эмоции или что? Ну, ты не могла ими управлять. Я не могла ими управлять. Да. Потому что они занимались тем, что они общались между собой, а не по теме, которая должна была бы быть. Это и всё. На следующем слайде изображена схема, как дети сидели до проведения исследования. Получается, нужно будет рассказывать тоже про отношения. Да, здесь видишь. Розовым изображены те отношения, которые являются неблагоприятными, а голубым те, которые являются благоприятными. Так они сидят теперь, когда... Ну, мы здесь вот получается что-то поменяем. Кого? Нет, там вообще надо было поменять в том, где было раньше. А, вот здесь. Где у тебя Мария. Есть Маша. Патрилиза оказывалась. Значит, сейчас они сидят следующим образом. Ситуация несколько улучшилась, как мы видим. Голубого цвета, то есть благоприятных отношений, комфортных отношений стало больше. Ну, вот осталось. Да, ключевое. Не просто комфортных. Мы рассматриваем всё с точки зрения два. Значит, управление информацией по эмоциям, раз. И второе, информацией по деловой логике. И схема рассмотрения была и построена именно, исходя из... Ну, сквозь призму, значит, именно важности и значимости именно этих двух аспектов. Понятно? И ты у тебя... Почему? То есть какая-то причина. Почему мы так считаем? Вот, Мария, ты... У тебя здесь посажены... У нас же неспроста. Видишь, Дюма-2 оказались рядом перед тобой. Ты... Это значит, что ты им близко здесь. Ты на них смотришь, и ты сможешь ими управлять. Понимаешь? А сможешь ими управлять, ты и остальными, Дюма, сможешь управлять. Понимаешь? То есть они будут... Тождики будут у тебя усиливать. Они будут от тебя воспринимать легче. И твоё эмоциональное состояние они будут сразу легко воспринимать. Понятно? Вот. Но в следующем у нас там эти... Да. Дон Кихот с Гюго. Да. Вот. Тоже всё, в общем, отлично. Это мы... Дон Кихота, да, я сюда поставил специально гамлету, чтобы социальный заказ шёл вот он. Понимаешь, как у тебя здесь более-менее воспринимательный, социальный заказ пошёл сюда. А дальше ревизия, понимаешь, она именно по тому социальному заказу, который придётся отсюда. Смотри как. Дюма, ладно, всё нормально, Гюго восприняла Ангелинка. И она активирует Дон Кихота по тому же, по тем информациям, по тому информационному аспекту, который исходит от тебя. И Дон Кихот передаёт на гамлет, а гамлету, то есть он социально активирует его к этим действиям уже. И она контролирует твоего самого, этого самого. А нужно говорить про самого-самого, который... Почему именно мы... Да. Да, ты скажешь. Нужно... Конечно. Там, оговориться, почему был поставщик гамлет, казалось бы, неблагоприятный. Да, на предыдущем, вот это надо сказать... Нет, это... Дюшко много. Да, на предыдущем тебе надо будет сказать, что вот был источник, как бы, всех бед, вот он был. В какой-то момент стал источником всех бед. Он, да. Ну, вот эти ты так покажешь. Вот у тебя два, но и вот то, что они переговаривались вот так, через стол, так громко, то есть, что мешали всем остальным. То есть, ну, в общем, нужно проблему это обрисовать вот на этом слайде, то есть сказать, у кого какие были, ну, в общих чертах отношения, что меня раздражало больше всего. Что тебя раздражало, их дуальные отношения тебя раздражали. То, что они между собой информацией перекидывались вот так. И тут надо показать эту стрелочку, вот они были дуальные, и они через весь стол, там, это самое, забабахивали, понимаешь. То же самое Дун Кихота, ладно, здесь у него тут все неплохо, в общем-то, да. Ну, а здесь погашение, ну, вот тут у него, в общем-то, так, все неплохо, в любом случае Дун Кихота тут. Да, у него вообще все всегда прошло, это проблема, это не бывает. Вот, и, да, ну, ладно. Вот, и, собственно, выводы пусты. А, вот после, ну, вот что опять сказать, что выводы? У тебя должны быть результаты, а потом выводы. Ну, вот они результаты, а вот выводы. Нет, у тебя должны быть результаты словами написаны, которые ты прочитываешь, а вывод у тебя две фразы должно быть. В результатах ты сейчас, ты, собственно говоря, все, что ты рассказывала, вот сейчас, предыдущие слайды, ты их сюда прописываешь, эти результаты, что? Что-то, вернись к началу, к самому. Выше, 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 все. Еще, еще, еще. Еще, 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 еще. Где у нас задачи были? О, значит, не, не использовались уже. Задачи. У тебя там, где ты ставила цели и задачи, ты должна, значит, написать. Написать. В результатах, что ты достигла целей и выполнил такие задачи. Что, значит, мы знаем темы всех участников группы. У нас, что созданы модели отношений и выявлены, значит, проблема. И какая проблема? И выявлена проблема по этике эмоций и деловой логике. Вот, выявлена проблема, созданы, значит, это. Инвертипные. Ну, модели, да. Да, была, тут, Гождеевич, выяснена модель, которая была, да. И после ее анализа были выяснены, значит, стали понятны, ну, вот эти проблемы по эмоциям и деловой логике. И на основании уже имеющихся данных создана модель, значит, расположения, значит, тимов. Мы не люди располагали, мы модель тимов располагали. Вот. И эти дети были рассажены именно так. Мало того, мы это выполнили. Чего у тебя, что у тебя нет в результатах, у тебя нет слов о том, что они реально, и что они, там, где ты писал, вот, что эмоционально, там, это, вот, там, запрос твой был, где ты запрос писала. Здесь у тебя в этом, что я достигла своего решения, своего запроса, они у меня общаются. Этот, этот, он вообще, ты, вот о нем, о главном, ты скажешь, вообще заткнулся. Он там сидит, это, и мы, я, ну, проанализировав, как же это случилось, ну, мы проанализировали уже, как это случилось, что вот цепочка, моя, значит, информация по Дюма, там, Гюго, Дон Кихоту, хорошо дальше передается на суд заказ, и ревизор его, значит, его четвертую функцию, его четвертая одномерная функция, воспринимает только то, что на нее передают. Рядом сидящий гаммет. Скажем. Мы считаем, мы считаем это так. А вот, пока докажите обратно. Даже не говорите, что докажите обратно. Мы считаем, вот, таков механизм здесь. Там именно эмоциональная вот эта вот, будет передаваться сама эмоция от тебя, ты очень этим хорошо творчески можешь пользоваться, понимаешь? И вот цепочка, цепочка создалась такая. Что еще из задач добилась? Они материал усваивают? Да. Да, они теперь меня усваивают. У тебя вот эти, у тебя в этом должно быть написано. Нет, можно там оговориться, что сейчас прошло не так много времени, но... Не оговорились. Не оговорились. Нет, никакой, какие нафиг оговорки. Они начали у меня усваивать материал, они реальные вещи, ну, они же учат там, выдают тебе. Ну, и все, ты так скажи, не надо. За тебя оговорок, знаешь, сколько сделают сидящих в зале и смотрящих там на видео, на твое. Так что тебе самой от себя оговаривать не надо. Это сделают другие. Вот. И что еще? Все. А больше? Погоди, ну, ты достигла этой цели. Не, подожди, что еще ты достигла? Обучаемость. А что у нас, у нас там была дисциплина, обучаемость... Сейчас, 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 сейчас. У нас там же это было, этот момент. Вот. Обучаемость языку повысилась, потому что тот же самый Влад на последнем занятии, вот буквально, новости с передовой, выполнил в два раза больше заданий, чем он выполнял раньше. Нет? Вот конкретное, вот это надо сказать, да. Понимаешь, вот эта конкретика нужна. Понятно? И наоборот, хочет еще больше, но это действительно так, хочет получить дополнительное задание. Вот это и надо, живой этот самый рассказ. Мы рассказываем, понимаешь, сейчас не статистика. Мы рассказываем конкретный случай, и мы будем ждать, и, ну, от него и ждется вот этого, конкретных вещей. Понимаешь, конкретного человека, это, они имена, хорошо, что они есть, но просто нам надо же сонику подключить. Потом там поведение, шумность в группе и общий... Значит, смотри, тебе сюда, в эту презентацию, вот слайд по этому Владу, его этому самому, вот надо добавить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!